В эфире программа события в студии Павел Баймаков. Здравствуйте, смотрите в этом выпуске. Оборонки помогут. Самарский электромеханический завод в центре внимания федеральных властей. Морозы не страшны, общественный транспорт Самары готовят к зиме. Совместными усилиями молодежь Самары будет планировать свое будущее вместе с городскими властями. Недолго катался, а в Самаре задержали вооруженного автоугонщика. Все о женском здоровье. Ведущая телеканала Самара ГИС, автор программы «Здоровье» Инесса Панченко стала победителем всероссийского конкурса. Самарский электромеханический завод, одно из главных оборонных предприятий региона, получит поддержку на федеральном уровне, войдет в программу перевооружения страны. Об этом заявил генерал-полковник Владимир Шаманов. Председатель комитета Госдумы по обороне приехал в Самару с целью изучить потенциал производства, выполняющего оборонные заказы. Лариса Шалафас с подробностями. Журналистам разрешают снимать только один цех. Здесь производят комплектующие для автоваза. Остальные строго засекречены. Самарский электромеханический завод исторически связан с производством боеприпасов. Ранее он ходил в производственное объединение ЗИМ. Когда последний обанкротился, часть оборудования переехала на электромеханический завод. После знакомства с производством депутат Госдумы генерал-полковник Владимир Шаманов заявил, самарское предприятие войдет в программу перевооружения на ближайшие три года. Задача конкретизируется, потому что поставлено президентом решить до конца 2018 года на 100% все проблемы с импортозамещением. Мы знаем, что уже в этом году пройден определенный путь. Я отсюда сейчас еду в законодательное собрание для того, чтобы с нашими коллегами обсудить вопросы, как и чем мы можем поучаствовать при предоставлении ими данных, при формировании трехлетнего бюджета. Следующий пункт визита депутата – музей истории предприятия. Здесь собраны документы, фотографии, награды и уникальные экспонаты, медицинские приборы, детали для наручных часов и фонарики с Олимпиады 1980 года. Когда была Олимпиада 80, самый большой был госзаказ – 80 тысяч. То есть каждому сидящему на кресле был дан такой фонарик. И когда Мишка в темноте всплыл, все включили фонарики. Владимир Шаманов и депутат Государственной Думы Игорь Станкевич пообщались с коллективом завода. В честь 75-летнего юбилея оборонного предприятия за многолетний добросовестный труд ветеранам производства и отличившимся сотрудникам вручили памятный знак «Куйбышев запасная столица». Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов, События. Сколько градусов в салоне уже через месяц? Этот вопрос будет волновать сотни тысяч пассажиров трамваев, троллейбусов и автобусов. К зиме общественный транспорт начали готовить еще летом. В первую очередь, внимание к отоплению. Сколько печек будет греть самарцев в новых автобусах? И что делает на рельсах «Снегоочиститель» 32-го года выпуска узнала Марина Кравцова. В кабине нового автобуса и зимой, как в теплом офисе. За рулем водитель Денис Чиненков проводит весь рабочий день. Комфорт необходим. Отдельная кабина, подогрев сиденья и даже в мороз дополнительно утепляться не приходится. Термос с горячим чаем. Единственное, чтобы больше комфорта было, легче как-то за рулем сидеть. Ну, то есть без курток, без всего такого, без шапок. Готовить автобусы к холодам начали еще летом. Проверили исправность отопителей, устранили все недочеты. Согреть своим теплом замерзших на улице Самарцев готовы три с лишним сотни муниципальных автобусов, в том числе новички «Лиазы» на газомоторном топливе, которые пополнили автопарк за два года. Они уже доказали свою морозоустойчивость прошлой зимой. Вот оно, одно из самых теплых мест в автобусе. Теперь знаю, куда присаживаться, если сильно замерзло. Именно под этим сиденьем расположена печка. Всего таких отопительных приборов в автобусе пять. Водитель может включить две, три или сразу все пять печек. В любом случае в салоне должно быть комфортно и регулирует температуру, в том числе в зависимости от просьб пассажиров. Не обогревать улицу и экономить топливо – задача, которую решили за счет улучшения герметизации дверей. «Завод разработал новую конструкцию дверей с уплотнителями. То есть потери тепла в этих автобусах вообще минимальны». Утеплились, но не переобулись. У автобусов шины все погодные, налить на дорогах им не помеха. А вот в трамвайно-троллейбусном управлении к снегам готовили не только транспорт, но и рельсы. Для них зима – непростое испытание. Чтобы стрелки всегда переводились плавно и не примерзли, их подогревают специальными установками, вмонтированными в пути. Встретить обильные снегопады во все оружия готовы 19 специальных снегочистителей. Самый уважаемый из них – снегочиститель номер 6, 1932 года выпуска. До сих пор в строю, а точнее на рельсах. Выезжает нечасто, но он такой один – тяжеловес. При длительных снегопадах прокладывает дорогу более молодой техники. Когда снег утрамбованный, его надо пройти каким-то мощным экскаватором, грейдером. У нас есть такой грейдер на трамвайной тяге, на электрической тяге. Но это пользуется редко, потому что снегочистители справляют свои задачи, потому что мы не допускаем такой ситуации, чтобы снег был утрамбованный. Есть и спецтехника, которая готова колоть лед на рельсах. О тепле в трамваях и троллейбусах тоже позаботились. В этом году купили 20 новых трамваев и столько же троллейбусов. В них есть система теплоконтроля, которая автоматически поддерживает нужную температуру. А старые вагоны дополнительно оснастили тепловыми пушками. Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События. Что нужно для уюта и комфорта в маленьком дворике в старой части Самары? В 21 веке – асфальт, уверены жители. Два десятка лет в дворе на улице Комсомольской не ремонтировали дорогу с просьбой положить. Новый асфальт Самарца обратились к депутатам городской думы и районным властям. Выяснилось, что ямы – грехи, давно ушедшие с рынка управляющей компанией «Альтернатива». Как решили, проблему увидел наш корреспондент. За 20 лет асфальт в этом дворе на Комсомольской не обновляли ни разу делиться жители. А несколько лет назад, тогда еще существовавшая управляющая компания «Альтернатива», рядом с домом разрыла яму. Ремонтировали трубы. Вновь асфальтировать участок не стали. И грязи во дворе было в избытке. С просьбой поменять временные заплатки на новое покрытие, жители обратились к депутатам и в администрацию района. Как только во двор заехала машина с горячим асфальтом, соседи вышли проконтролировать долгожданный ремонт, чтобы на этот раз все сделали на совесть. Рабочие равняют материал по всей площади двора. Такой участок в Самарском районе не единственный. Эти работы у нас в приоритете, поскольку уже с 2015 года жителям приходится жить не совсем в комфортных условиях, поэтому в приоритетном порядке мы эти дворы рассмотрели и под асфальтировку склонировали. В этом году мы закрываем полностью проблемы «Альтернатива», а в следующем году уже будем точечно решать проблемы конкретных дворов. В Самарском районе в этом году отремонтировали около 3000 квадратных метров дорог в 22 дворах. Это и ямочный ремонт, и восстановление полотна картами. Сегодня, когда у нас есть райсоветы, когда есть у нас такое количество депутатов, мы видим то, что работа действительно идет. Каждое обращение мы отрабатываем. Совместно с администрацией Самарского района, которая активно включается, то, что в работу, нас поддерживают. Всего же в Самаре в этом году в порядок привели 72 внутриквартальных проезда. Площадь отремонтированных дорог во дворах превысила 150 тысяч квадратных метров. Сергей Кизоркин, Марина Кравцова, Константин Головин. События. Сделать как для себя. Глава Самары призвал студентов самим внести предложение в муниципальную программу по работе с молодежью. На встрече со студентами Олег Фурсов обсудил с молодыми людьми их будущее и перспективы развития города. Молодым везде дорога. Марсамару встретился со студентами, чтобы обсудить перспективы развития города, которые невозможны без участия самой прогрессивной части населения – молодежи. Все преобразования, которые проходили в стране, были бы невозможны без молодежи. И мы пришли к другому выводу о том, что сейчас в городе тоже происходит революционное преобразование. В области революционное преобразование происходит, связанное с тем, что мы пытаемся всячески изменить качество жизни людей. Почему они революционные? Потому что мы, на самом деле, очень сильно отстали от соседних субъектов. Отстали от Татарстана, отстали от Башкирии, от Нижнего Новгорода, от Москвы. И нам, конечно, хочется, чтобы мы все жили с вами в несколько ином качестве. И молодежь как раз может быть катализатором всех этих процессов, которые идут в нашей среде. Нам очень хочется, чтобы вы были сориентированы на позитивные перемены. Нам хочется, чтобы ваши знания, ваша энергия были направлены на изменения качественные в нашей Самаре. Олег Фурсов предложил студентам самим поучаствовать в создании городской молодежной программы. Молодым виднее, что именно им нужно и как это можно сделать, отмечает мэр. Студенты сразу же озвучивают пожелания, которые могут стать пунктами программы. Пропаганда спорта была актуальна всегда. И многие студенты нашего вуза хотят заниматься волейболом, футболом, баскетболом. Но аренда сейчас очень дорогая. И поэтому я хотел вас попросить, не могли бы вы посодействовать организации поля или зала. Вектор на развитие спорта взят. В Самаре только в этом году открыли два физкультурно-оздоровительных комплекса. И это не предел. В центральных районах города ведутся переговоры о строительстве фоков. Как вариант предлагает глава города прописать в программе субсидии на занятия спортом в коммерческих залах. Студенты не упускают возможности задать мэру и личные вопросы. Пользуетесь ли вы социальными сетями и каким из них вы больше отдаете предпочтение? Социальными сетями я не пользуюсь. На это просто нет времени совершенно. Обманывать вас не буду. Те, кто пользуются, они обычно, так сказать, нанимают помощников, которые за них, если это занятые люди, да, которые за них работают в социальных сетях. У меня такой возможности нет. Поделился мэру своим секретом успеха. Студенты им особенно интересовались. Среди таких качеств, как честность, порядочность, трудоспособность, Олег Фурсов назвал немаловажным умение организовывать как себя и свое время, так и других людей. Марина Матвеевична, Сергей Баскин, События. Росавтодор запустит новое мобильное приложение. Компания Apple несет убытки. С новостями экономики наш обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. Цены на нефть продолжают сползать вниз. Сегодня за один баррель дают 51 доллар 27 центов. Американская валюта перешла к росту. На 27 октября Центробанк установил курс доллара на отметке 62 рубля 25 копеек. Евро 67 рублей 92 копейки. Золото стоит 2532 рубля, серебро 35 рублей 37 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллара можно было купить за 63 рубля 86 копеек, дороже всего продать за 61 рубль 70 копеек. Впервые за 15 лет компания Apple заявила о снижении выручки. За три месяца этого года продано 45 миллионов смартфонов. Чистая прибыль составила 9 миллиардов долларов. В прошлом году было на 2 миллиарда больше. В декабре Росавтодор запустит специальное мобильное приложение для водителей. Оно позволит заранее узнать о пробках, метеоусловиях и о том, где идут дорожные работы и как лучше их объехать. Планируется и обратная связь. Пользователь сможет сообщать о ямах на дорогах. В ноябре начнутся чартерные перелеты из Самары. Ожидается, что самым востребованным станет прямой рейс Самара-Анталия, который будут обслуживать сразу четыре авиакомпании. На этом все. Удачи в делах! Пьяный автоугонщик далеко не уехал. По горячим следам в Самаре задержали подозреваемого в вооруженном нападении на таксиста и краже машины. Все произошло средь бела дня. В Кировском районе найти предполагаемого разбойника помогли свидетели. Два нетрезвых мужчины сели в машину в микрорайоне «Крутые ключи», вспоминает таксист Илья. Когда проезжали один из торговых центров на Московском шоссе, один из пассажиров достал нож. Один из пассажиров, который сидел сзади, переставил нож в гору и угрожал зарезать, если я не отдам автомобиль. Я вышел из транспортного средства и преступник угнал транспортное средство. Таксист отделался легким испугом и не растерялся. Остановил проезжающий экипаж ДПС. Инспекторы сообщили о происшествии в дежурную часть. Оперативники сработали быстро. Установили свидетелей произошедшего, установили, в какую сторону уехала машина. Начали отрабатывать этот квадрат, эту местность. После чего обнаружили похищенную автомашину. Она уже стояла без государственных номеров. Начали обследовать территорию и задержали. Подозреваемый в грабеже – житель Самары. Ему 38 лет. Он уже был судим за убийство и незаконное хранение оружия. И вот пошел на новое преступление. Причем изрядно навеселе. Я шарахнул его, машину отобрал у него и бросил его. Так а с какой цель отобрали-то? Да ни с какие я что. Просто бросил. Просто бросил? Машину, да. А вы что, много пили-то сегодня? Сегодня, да. Сколько? Литра полтора выпил. Водки? Да. Один? Да. Какое наказание теперь грозит подозреваемому, установит суд. Автомобиль вернут владельцу. С машины хоть и успели снять регистрационные номера, сам транспорт не пострадал. Олеся Корецкая, Марина Кравцова, События. Далее, коротко о других темах дня. Бессмысленная резня в Новокуйбышевске. В одной из квартир в доме по улице Победа найдены жестоко убитые 43-летняя женщина и ее 16-летний сын. На их телах обнаружены многочисленные рубленные колоты, резанные раны головой и туловищем. Заведено уголовное дело. В настоящее время следствие устанавливает мотивы преступления и лиц, причастных к его совершению, а также очевидцев и возможных свидетелей. Около придорожного кафе под Самарой оперативники ФСБ нашли врезку, через которую слили нефти на 5 миллионов рублей. В ночь 26 на 27 сентября были задержаны 7 человек, подозреваемых в краже горючего, и 2 автомобиля с цистернами. По данным ФСБ, черное золото сливали из магистрального нефтепровода Альметьевск-Уйбышев-2, а затем продавали по поддельным документам на нефтебазы Самарской области и соседних регионов. Решением суда часть подозреваемых уже арестована. Паромная переправа из Самары до Рождествено продлила свою работу до 14 ноября. Это связано с благоприятной погодой и большим спросом как со стороны пассажиров, так и со стороны компаний, перевозящих грузы. Речные суда до Рождествено отправляются от Октябрьского спуска. Между Алма-Атинской, Московским и Ракитовским шоссе собираются построить парк. Согласно концепции, там планируют обустроить двухполосные велодорожки и спортивные площадки, в том числе теннисные корты, поля для пинтбола, веревочные аттракционы, скалодром, автодром и стоянку квадроциклов. Также проект предусматривает строительство ресторана, конференц-зала, медицинского центра, центра развлечений, вип-коттеджи, развлекательного комплекса и гостиничных домиков. Общая площадь парка составит почти 100 гектаров. На День народного единства в Самаре выступит танцующая техника. День народа пройдет на центральной площади города, площади имени Куйбышева. Центральным событием дня станет уникальная выставка, посвященная достижениям аграриев, собравших в этом году рекордный за последние 15 лет урожай. А на полдень запланировано уникальное представление танцующая техника, когда многотонные машины вместе с людьми закружатся в едином ритме. В Самарской области ищут самых самоотверженных и бескорыстных. Общественный совет акции благородства приступил к выбору номинантов. Это люди, которые не боятся рискнуть своей жизнью ради спасения других, готовы протянуть руку помощи тем, кто оказался в сложной ситуации. В этом году в оргкомитет поступило более 300 заявок со всей области. Врач, спасший на борту самолета, женщину, которой стало плохо, подвижник из села Кенель-Черкасса, который восстанавливает православное наследие. Меценат, создавший бесплатный центр реабилитации для детей с ДЦП, аутизмом и мышечной дистрофией. Все это кандидаты в номинанты премии благородства 2016. У нас остаются практически все те же номинации, но могут появиться новые. Это все будет зависеть от тех лауреатов, которых мы выберем. Вот сегодня первое заседание оно и покажет, появятся ли у нас новые номинации или останутся все прежние. Знает все о женском здоровье Инесса Панченко, автор и ведущая программы «Здоровье», стала абсолютным победителем всероссийского конкурса. Он проводился с мая по октябрь этого года. Всего было порядка 60 участников из 15 городов. В этом году основной темой проекта стало такое распространенное заболевание, как миома матки. Она может привести к бесплодию и в последнее время все чаще встречается среди женщин у каждой четвертой россиянки старше 30 лет. Однако о симптомах и последствиях заболевания знает меньше 15% женщин. Именно этому и был посвящен выпуск программы «Победителя». Эти передачи, особенно про женское здоровье, они востребованы. Вообще женщины и домохозяйки, и работающие люди, они с удовольствием смотрят эти передачи, когда дело касается непосредственно их здоровья. Я часто слышу отклики о подобных телепередачах, о своих пациентках. Они говорят, что это очень интересно и что это действительно необходимо. Победа в конкурсе такого уровня, это, конечно, очень престижно и очень здорово. Но если честно, то я рассчитывала, что мы должны войти в тройку, потому что к этой программе мы очень серьезно готовились. В ней участвовали лучшие специалисты в области женского здоровья, причем не только самарские, но и российского уровня. Маэстро «Марш» в Самаре стартовал 12-й межрегиональный фестиваль детского и юношеского исполнительского мастерства. В этом году он посвящен творчеству композиторов, сочинявших батальную музыку. Название конкурса поистине монументальное – «Титаны». В этом году фестиваль собрал более сотни солистов и коллективов. К искусству «Марша» приобщилась и Алина Чемерес. На репетицию «Марша» танкистов Семена Чернецкого у музыкантов времени было немного, но с задачей справились. Композиция пришлась по душе руководителю коллектива, и он заразил своих воспитанников любовью к русскому маршу. Воспитывает какой-то патриотизм, собранность, человек волевые какие-то качества. И, как говорится, организует человека в его жизни в этом плане. Оркестры, фортепианные ансамбли, вокалисты, скрипачи на фестивале «Маэстро Марш» выступают более сотни коллективов. Музыка, с которой солдаты шли в бой, победные и походные марши, призванные укрепить боевой дух военных. Здесь каждая мелодия – отражение истории. В старину тоже старались поддерживать наших воинов, которые шли за победой. И вот такие песни, они как раз помогали, как раз они создавали это настроение. Раз, два, три, ура! То есть вот только так. И что только мы надеялись на Россию, на свою. Вот это вот как бы главное слово. Ну и отражена история, конечно, в казачьих песнях отражена история. На фестивале «Маэстро Марш» музыкальная жизнь кипит даже в коридоре. Сейчас к выступлению готовится хоровой ансамбль. Девчонки, волнуетесь? Немного. Ну, мы долго готовились, мы думаем, что мы хорошо выступим. И мы исполняем такую очень сложную композицию, но думаем, что у нас все получится. Фестиваль «Маэстро Марш» проходит в регионе уже 12 лет. На него собираются участники со всего Поволжья. В этом году артистов более тысячи. Коллективы и солисты представляют по две композиции. Залог успеха в исполнении марша, говорят судьи, понимание его особенностей. Штриховые, динамические оттенки. То есть есть специфика вот исполнения марша. Это штрихи и динамика. Дети понимают уже, что это марш, не просто так сыграть. Понимают, как это делать. С каждым годом у них получается все лучше и лучше. Выступать с маршами перед жюри конкурсанты продолжат и завтра. Победители получат грамоты и нотные сборники. Кульминацией фестиваля станет грандиозный концерт, который пройдет 28 октября в ДК Литвинова. Перед самарской публикой выступят лучшие коллективы региона и специальные гости. Алина Чемерис, Василий Калдашов, События. Далее новости спорта. И я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте. Я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите самарские новости спорта. Очередной футбольный турнир, посвященный чемпионату мира 2018, проходит в Самаре. На этот раз соревнования приурочены к еще одному грандиозному футбольному празднику. По традиции перед главным событием четырехлетия ФИФА проводит Кубок конфедераций. То есть в турнире принимают участие шесть сборных чемпионов своих континентов, одна команда действующий чемпион мира и команда хозяйка будущего мундиали. Самарские фанаты уверены, в Кубке конфедераций Россия покажет свою игру. Думаю, выступит неплохо, но зажечь вряд ли смогут. А вот ставки на сборную России к чемпионату мира 2018 года у самарской торсиды растут. И свободных мест на Самаро-арена не будет, заявляют фанаты. Я думаю, они будут прибавлять, у них все получится. К чемпионату мира команда будет сформирована, он ее укрепит, подготовит. И они удачно выступят на чемпионате мира. Такое событие масштабное, тем более в России. Я думаю, будет аншлаг на каждом матче. А то, что футбол в Самаре любит и ценит, доказал очередной любительский турнир. За месяц до жеребьевки Кубка конфедераций 2017 года в городе прошли два отборочных этапа среди студенческих команд. 32 спортивных коллектива разбили на две конференции по четыре дивизионов каждый. В финале встретится восемь сильнейших сборных. В день жеребьевки Кубка конфедераций и определится чемпион. Если сейчас у каждой самарской команды свое оригинальное название, то в финале они наденут футболки стран-участниц Кубка конфедераций. На этом турнире очень такой плотный уровень участников. То есть и здесь было такое, что команда, занявшая, допустим, первое место, вылетала в первом же раунде, проиграв команде, которая заняла четвертое место. Поэтому достаточно серьезно команды подготовились к этому турниру. И составы собрали очень хорошие. 26 ноября в МТЛ-арене, кроме футбольных матчей, зрители увидят и грандиозное шоу, церемонию награждения победителей, розыгрыш призов среди футболистов и болельщиков, а также концертную программу. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА